Девушки отдыхают С таким-то стажем Так вот, я наркоман с 14-летним стажем Я убеждена, что я наркоман с 14-летним стажем Что это не безобидная привычка, это наркотик 14 лет я была привязана к этой действительно пагубной привычке Начала я курить, ну скажем так, по глупости Начала курить в 16 лет Ну не то, что даже скажем так, это правда Я начала курить по глупости, начала курить в 16 лет И все, кто говорят, что курить начинают Я там начал курить осознанно, там в 16 лет Нет, в 16 лет вы начинаете курить по глупости Зачастую вы начинаете курить в 16 лет Потому что ваш сосед начал курить, друг начал курить, одноклассник начал курить Там, я не знаю, вам захотелось быть взрослым Таким же там, как ваш папа или ваша мама, да, которые курят В общем, по-умному не начинает курить никто Я тоже начала курить по глупости, потому что все мои одноклассницы как одна покуривали Не скажу, что они были там заядлыми курильщицами Хотя уже к тому возрасту многие были А были те, кто просто покуривал Я относилась к тем девочкам, которые как раз покуривали И, собственно говоря, у меня не было такой привычки Которая мне там, меня заставляла просыпаться ночью, чтобы встать покурить Да, мне не хотелось курить, но я курила скорее за компанию Если кто-то курит, я тоже курила Я давала деньги на сигареты, когда все скидывались Потому что сигареты тогда, конечно, не были доступны нам, школьникам Мы покупали там по одной сигарете, там по две И, конечно, дома мне даже никто не мог предположить, что я покуриваю Потому что у меня вообще никто в семье не курит И так я курила с периодичностью, там, с подружками Если от меня пахло сигаретами, я, конечно же, говорила основную версию всех школьников Которых улечили в курении Я стояла рядом с теми, кто курит И это версия канала, потому что действительно, ну, как бы мама моя даже не задумывалась о том, что я могу закурить И, собственно, так шло время Я покуривала, покуривала, но я понимала, что я не втягиваюсь И я была убеждена в том, что я никогда в это не втянусь Потому что если там за два года я не втянулась, почему должна втянуться там за три-четыре года И после окончания школы я как-то притормозила свое курение Я не скажу, что я бросила Я там иногда могла выкурить одну сигарету, но, в принципе, я не курила И где-то на втором курсе института у меня появилась подружка, которая курила постоянно И я начала курить Я начала курить много Я начала уже покупать сигареты Это все уже было на такой поток поставлено Я курила много, по полпачки Для меня тогда это было очень много Курили с подружкой, курили в институте Курили дома, я начала курить, да, там, форточку, когда никого нет В общем, курили мы, курили много И я поняла, что я в это втянулась Потому что отказ для меня уже был достаточно проблематичный Как вам сказать, я не то что страдала от сигарет У меня не было такого, что вот-вот-вот дайте мне это Но мне уже начало хотеться купить сигарет И я даже пропустила мимо ушей вот этот момент Хотя это был первый звоночек к тому, что Ира, остановись Но Ира, конечно же, не остановилась Никакого звоночка она не услышала И продолжала курить И так я курила, курила, курила И дальше начала втягиваться еще больше И я уже начала выкуривать не по полпачки Я начала выкуривать по целой пачке в день И так, собственно, я курила долгих 14 лет Мне казалось, что я, кстати, никогда не курила при своих родителях И они, наверное, точно не знали, что я курю Я, конечно, всегда говорила, что нет, 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 я не курю И опять же, это версия, даже там в 25 лет у меня была версия, что это кто-то курил, а не я Мне было стыдно это признать И даже не потому, что я боялась гнева своей мамы Нет, не поэтому Мне было стыдно курить при родителях У меня был такой вот какой-то пунктик, что я не могу закурить при своей маме И я так курила 14 лет Мама моя находила пачки из-под сигарет Я там рассказывала какие-то басни, она, конечно, в них не верила Проводила со мной душеспасительные беседы Давай, бросай курить, ты что, с ума, что ли, зарсата, там, гробишь свое здоровье и все остальное Я, конечно же, периодически задумывалась над тем, что курить надо бросать У меня посещали меня такие мысли Но до дела как-то не доходило, потому что постоянно были какие-то, на мой взгляд, препятствия То там я перенервничала, то я еще что-то Я постоянно находила какие-то причины для того, чтобы снова пойти в киоск и снова купить сигарету Я реально находила эти самые причины И, собственно, время шло Никаким мой результат Я там могла отказаться от курения на 2-3 дня Потом я все равно шла в киоск, покупала сигареты Я курила одну марку сигарет Все 14 лет Я не буду ее рекламировать Потому что это, собственно Не надо рекламировать Но я курила одну марку сигарет все 14 лет И время шло Я курила, курила, курила Я вышла замуж И вышла замуж из-за человека, который тоже курил И уже как бы зачем мне бросать курить Если со мной еще живет человек, который курит тоже Ну, муж меня, конечно, там перед родителями тоже покрывал Курили мы с ним вместе Ему это тоже, кстати, очень не нравилось Но он мне говорил так Что я же не могу тебя заставлять бросать курить, если я сам курю Тоже как бы, да? Ну, я понимала, что если я даже захочу сейчас бросить курить Я не смогу бросить Потому что в квартире есть еще один курящий человек Это вдвойне сложно сделать И как-то время шло, 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 шло Мы переехали жить в город Львов И там я заболела Я заболела бронхитом И вот это был мой первый звонок Такой очень серьезный звонок Который, наверное, и стал ключиком К замку под названием Комната, в которой бросают Я заболела Заболела я достаточно серьезно У меня был очень серьезный бронхит Он очень тяжело поддавался лечению И мне стало страшно Впервые за много лет курения Мне стало страшно, что это может быть не бронхит Я очень страшно кашляла Я просыпалась ночью, я захлебывалась У меня была жуткого цвета мокрота И, в общем, короче говоря Мне не помогали ни одни сиропы Я пила антибиотики В общем, чего там только не было И в какой-то момент я побежала делать рентген Потому что у меня действительно стало Ну, до дрожи в коленях Мне стало страшно Потому что в Северо-Фигта Это там бронхит, ничего страшного Но мне действительно стало безумно страшно Я побежала, сделала двухпроекционный рентген В двухпроекциях Мне сказали, что у меня чистые, легкие Все в порядке Но, чтобы не волноваться, нужно не курить И вот с этой мыслью я вышла из кабинета И поняла, вдруг я поняла для себя Что, наверное, пришел тот момент Когда я готова бросить курить Ну, как бы, да, готова Пришла домой Вдруг мне стало весело от того, что у меня ничего нет в легких Как бы, ля-ля-ля, как классно, все хорошо Значит, можно продолжать курить И я еще продолжила курить Курила я, пока мы жили во Львове Мы переехали в Киев Это где-то еще месяца 4 у меня Туда-сюда Но курила я уже, ну, как паровоз Действительно, как паровоз Пачки по полторы в день Это очень много И кашель, и голос Вот что меня еще пугало У меня начал не то, чтобы пропадать голос Он начал сипнуть Он стал настолько отвратителен даже мне У меня была вся кожа в прыщах У меня ужасный голос И я вдруг поняла, что я превращаюсь в какой-то тихий ужас Мне так стало противно от того, что Моя кожа стала черного цвета У меня все в прыщах Мой голос, как у прокуренной 60-летней женщины Которая курит там из 60 лет Там 40 лет она с сигаретами И мне стало противно самой от себя И это был второй звоночек Который заставил меня уже серьезно задуматься Я села, поговорила с мужем И спросила его, хочет ли он бросить курить Так как мой муж спортсмен Ну, тут висит много медалей Это его медали Он занимается борьбой Он сказал, что да, он уже давно об этом думает И если бросать, давай бросать вместе Так нам будет с тобой проще И мы с ним договорились Я помню, что это была пятница И мы с ним договорились Что вот мы еще курим суббота-воскресенье И в понедельник мы утром перед работой Садимся и смотрим фильм Алан Акара Фильм, не фильм Алан Акара, да А фильм по книге Алан Акара Легкий способ бросить курить И отказываемся от сигарет Суббота-воскресенье я курила просто как ошарашенная У меня был какой-то такой, знаете Это уже была боязнь отказа, наверное, от сигарет И в понедельник утром я специально оставила себе 3 сигареты в пачке Встала я утром Честно вам хочу сказать, я встала с мыслью Что сегодняшнего дня я больше не буду курить Мы включили этот фильм И я вам не скажу, что этот фильм сделал для меня Какое-то там супер-открытие Он стал моим мотиватором Нет Я просто слушала этот фильм Я даже не то, что не смотрела Я слушала И я понимала, что в этом фильме озвучены все мои мысли За все годы, которые я курю И я начала себе представлять Вообще, что со мной будет впоследствии Я начала себе представлять Что ничего в моей жизни не изменится От того, что я откажусь от сигарет И как-то я сама себя внутри уговорила Что без сигарет жизнь такая же, как и с сигаретами Только разница в том, что я не гроблю свое здоровье Я не гроблю не только свое здоровье Я не гроблю свое лицо Я не гроблю свой голос Я не задымляю помещение Я не выгляжу... Мне, кстати, всегда раздражались женщины с сигаретами. Это не то, что вулигарно, это некрасиво. Так вот, я не выгляжу некрасиво со стороны. Я вот в течение всего фильма разговаривала внутри сама с собой, и я уговорила себя, что я больше не хочу. И в конце этого фильма есть момент, когда говорится, что сейчас вы выкурите свою последнюю сигарету. У меня оставалась одна сигарета. В течение фильма там тоже надо курить. У меня было их три, я в течение фильма две выкурила. Мы вышли с последней сигаретой с мужем. Я подкурила сигарету, и вот после внутреннего разговора с собой я поняла, что я уже не хочу курить. То есть я курила последнюю сигарету с чувством отвращения к ней. Я выкурила последнюю сигарету, пришла в комнату, и всё. С того момента я не курю. Не курю уже, сколько я уже не курю? Я уже не курю три месяца. У меня нет желания закурить, и оно уже, я уверена, не появится. И что я вам могу сказать вот в целом о том, как я считаю, нужно бросать курить? Какая должна быть мотивация для этого? Во-первых, вы должны чётко понимать, с какой целью вы бросаете курить. Вы, знаете, вот разговор о том, что я там бросил курить, потому что там все бросили курить, это модно там, или потому что я гроблю свое здоровье, нет. Я чётко всегда задаю вопрос, после меня очень много друзей бросало курить. Я всем задаю один и тот же вопрос. С какой целью ты бросил курить? Я бросила курить, потому что я не хочу выглядеть, а, старухой в 30 лет, б, я не хочу потерять голос, в, я не хочу заболеть тяжёлым заболеванием лёгких. У меня было три причины, по которым я бросила курить. Я постоянно всех спрашиваю, почему? Ты должен для себя понять, или должна, да, это кто как бросает, вы должны для себя понять, для чего вы это делаете. Первое, это первое и самое главное. Второе, что я вам могу сказать, в процессе бросания курить, вы должны разговаривать сами с собой, и задавать себе те вопросы, на которые вы не находили ответы. такие как, почему я курил? Вот я задаю себе вопрос, почему я курила? И я долгие годы не находила ответ на этот вопрос, почему я курила? И в тот момент, когда я смотрела фильм Алла Накара, я задала себе вопрос, Ир, почему ты курила все эти годы? И я поняла, что я курила, потому что мне нужно было занять руки. Это единственная причина, да, вот почему я курила. Потому что мне нужно было занять руки и занять время. Потому что я не представляла свой телефонный разговор без сигареты в руках. Это же сейчас для меня это бред, да, я говорю по телефону, и я абсолютно спокойно параллельно что-то делала. Но в тот момент я должна была говорить по телефону, ничего не делать, всё бросить и взять сигарету. То есть я была зависима от белой палочки, набитой травой. Ну, это смешно выглядит. И вот в этот момент я с собой разговаривала. Я задавала такие вопросы, на которые мне казалось, я никогда не найду ответа. И вот этот разговор «меня и меня», да, меня курящий и меня уже не курящий на тот момент практически, он привёл меня к тому, что я не курящая, мыслю гораздо более здраво, чем я курящая. Так зачем мне тогда курить? И я вам могу сказать, что, наверное, поэтому мой отказ от курения прошёл достаточно безболезненно. Мне хотелось покурить, мне хотелось не то, что, мне хотелось выкурить мои важные сигареты, вот важные, да, важные сигареты в день. То есть моя важная сигарета была утром, моя важная сигарета была в телефонном разговоре с кем-то, моя важная сигарета была вечером. То есть вот эти сигареты мне очень хотелось. Но я вам честно хочу сказать, что это было не то желание, которое я не могла преодолеть. И более того, от того, что у меня возникало желание купить сигарету, то я один раз за все это время подошла к стойке с сигаретами с целью их купить. И вот в этот момент, когда я подошла к этой стойке, я вдруг поняла, я иду на поводу сигареты. Не сигарета идет на поводу у меня, а я иду на поводу у сигареты. И мне стало противно, что моей жизнью управляет никотин. И в этот момент я окончательно для себя поняла, что нет, я отказываюсь и я больше не буду. Поэтому определите для себя четко, зачем вы бросаете курить. Поговорите с вашим внутренним «я» и сделайте вывод, кто лучше, вы курящий или вы не курящий. Можете расписать это на листике, посмотреть, сопоставить себя курящего и себя не курящего. Так вот, что я вам могу сказать по прошествии уже трех месяцев моего отказа от курения. Что я вижу, что изменилось во мне, что изменилось во внешности, что изменилось в здоровье в моем. Первое. У меня исчезли все прыщи с кожей. Абсолютно все прыщи с кожей. Моя кожа поменяла цвет. Практически недели через две я стала замечать, что вся сыпь, которая со мной была очень долгие годы, она просто ушла. Мой голос, он начал восстанавливаться буквально через неделю. Я начала замечать, что он стал обратно звонкий. То есть все вернулось в обратку. Мой голос стал звонкий, я начала совсем по-другому разговаривать. Я перестала хрипеть. Я перестала кашлять. Я кашляла, действительно кашляла. Кашляла не сильно, но назойливо, как для меня. Я перестала утром просыпаться и вот это выкашливать. Мне стало гораздо легче подниматься по лестницам. Никакой задышки, ничего не происходит. Я стала очень легко просыпаться утром. Я абсолютно спокойно встаю утром. Я не то что пытаюсь раскрыть глаза, потому что я поняла, что когда я курила, у меня был какой-то хронический недосып. Что для меня важно еще, что я перестала пахнуть табаком. Я очень всегда этого стеснялась. Я вам сейчас могу сказать, что вот этого действительно я очень стеснялась. Я очень стесняла запаха табака. И слава богу, я перестала этим пахнуть. Только духи, только хороший запах. И я убеждена, что от женщины должно пахнуть только вкусными духами, а не табаком. И что я вам еще хочу сказать. Если вы действительно хотите, потому что, знаете, вот без желания, без мотивации и без разговора с внутренним «я» у вас ничего не выйдет. И, кстати говоря, тем, кто хочет бросить курить посредством уменьшения дозы никотина. Об этом говорится в фильме, в книге Аллана Карра. В этом нет смысла, потому что так вы курить не бросите. Ваши сигареты, которые вы курите, они начнут приобретать для вас ценность. То есть каждая сигарета, которую вы там расписали, я курю вот эту в 11, вот эту в час, вот эту в 2, вы будете ждать момент, когда вы закурите. Сигарета не должна приобретать для вас ценность. Это самое важное, что вы должны усвоить. Сигарета – это гадость. Это то, что заставляет вас жить по определенной схеме. То, что заставляет вас встать в 6 утра и пойти в киоск. Хотя еще с 6 до 8 вы можете спокойно спать. Но вы встанете и пойдете в киоск. Вот это самое ужасное, что сигареты управляют вашей жизнью. Мне стало гораздо легче. Я почувствовала себя совершенно другим человеком без сигарет. Я горжусь собой. Это очень важно было для меня. Я очень горжусь собой, как человеком, который смог побороть эту привычку. И который вообще уже не хочет курить. Я смотрю на курильщиков. И, честно сказать, у меня было первое время какое-то отвращение от курильщиков. Теперь я смотрю на этих людей, как на больных людей. Потому что я понимаю, что это болезнь. И я была больна этой болезнью долгие годы. Что еще хотелось бы сказать? Я снимала это видео и постоянно думала, как вам объяснить, как легче пройти этот путь. Как легче не закурить в первые 5 дней. Потому что они, наверное, самые тяжелые. Хочется, хочется покурить. Это правда очень хочется. И мне не то, что мне не очень, но у меня было бы, знаете, как зудить. Но есть люди, которые действительно очень хотят закурить в первые 5 дней. И знаете, какой самый простой способ не закурить в первые 5 дней? Просто брать и не курить. Вот просто смотреть на это и понимать, что ты не куришь. Ты больше не курящий человек. Ты не болен. Ты наконец-то излечился. И просто смотреть на это, вы знаете, я делала методом, знаете, таким вот, методом исключения из себя. Я подходила к стойке с сигаретами, смотрела на них и понимала, что я больше не курю. Вот самое главное, подойти и найти в себе силы сказать, что я больше не курю. Я не курильчик, я вылечился. И я вам желаю, чтобы вы вылечили, чтобы вы бросили эту пагубную привычку. Чтобы вы стали здоровыми и счастливыми, как стала я, по сути, как я отказалась от курения. Этого я желаю вам. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам самого хорошего. До встречи в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok